Здравствуйте, коллеги! Мы начинаем серию видеороликов, посвященных Мастерскаде 4D. Разберемся с вами, что это за программные продукты, как нам работать, и начнем с обзора интерфейса программного продукта Мастерскаде 4D. Это видео начнем с того, что все-таки запустим Мастерскаду, посмотрим, как она выглядит, как выглядит интерфейс, какие, может быть, есть здесь особенности, и попробуем сделать какой-нибудь простенький проект. Нахожу ярлычок Мастерскада, запускаю его, появляется стартовое окошко с предложением либо создать новый проект, либо открыть уже имеющийся, я выбираю новый проект, предлагается мне выбрать сразу же имя для него, можно назвать его как-нибудь, не знаю, там, первый шаг, да, первый шаг. И также можно сразу выбрать место расположения этого проекта, где он будет храниться. По умолчанию я оставляю папочку, которая в Мастерскаде заложена, но можно на рабочий стол, например, или где больше нравится сохранить этот проект. Ну вот, собственно, сам интерфейс Мастерскады, что здесь есть, давайте пробежимся вкратце слева, сверху кнопочка есть такая вот с шестеренкой, это настройки, здесь есть настройки среды самой Мастерскады, настройки проекта, ну, можно в справку зайти и так далее. Дальше есть несколько вкладочек, вкладка проект позволяет вам сохранять и там открывать, закрывать проекты, создавать новые. Вкладка исполнения позволяет вам этот проект загружать в контроллер, соответственно, на исполнение, да. Отладка, это отладка проекта, в первую очередь программа его, да. И справка, ну, это справка. Дальше, три окошечка слева, это дерево объектов, все, что касается вашего проекта. Дерево здесь разбито на три вкладки, это система, объекты и библиотеки. Опять же, вкратце, система может состоять из нескольких устройств, назовем их так. Так, это могут быть контроллеры, это могут быть операторские панели, это может быть автоматизированное рабочее место, ARM, то есть компьютер какой-то. Но совокупность всех этих устройств описывается именно здесь. В рамках каждого из устройств могут быть различные объекты. Это следующая вкладочка. Объектом может быть какое-нибудь окно, например, то есть экран, да, прыгиваем визуализацию. Объектом может быть программа, то есть алгоритм действий. Объектом может быть список переменных, ну и так далее. И в целом все объекты можно сохранить в библиотеке, ну то есть сделать их какими-то шаблонными, да. Плюс есть некоторый набор стандартных библиотечек, которые по умолчанию в Мастерскаде есть. Ими можно, соответственно, пользоваться. По центру сейчас у меня открыта стартовая страница. Здесь в общем виде располагается либо макет экрана, который вы сейчас настраиваете, либо поле алгоритма программы, где вы описываете алгоритм. В общем, такое вот рабочее, да, окно. И справа панелька свойств текущего выбранного элемента. То есть если я выберу, например, систему, будет свойство системы. Если добавлю сюда устройств, то будет свойство устройств открыт. Вот, собственно, и весь интерфейс. Ничего принципиально сложного и, наверное, нового здесь особо для вас не будет. Какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание, мы, наверное, будем еще дальше рассматривать в следующих видео. Теперь, что касается простейших программ. Мы на наших курсах в Москве будем работать с контроллером PLK 110-30. Соответственно, в систему, которую я хочу автоматизировать, я по контекстному меню, по правой кнопочке мыши, добавлю узел PLK 110-30. Ну, вот он у меня появился. В рамках этого контроллера могут быть различные списки переменных. Он может обрабатывать графику, то есть визуализацию проигрывать. Несмотря на то, что экрана у него нет, к этому контроллеру можно обратиться, ну, например, через локальную сеть или через интернет и на экране компьютера визуализацию просматривать. То есть, естественно, контроллер может выполнять различные программы, ввести архивацию, например, да, и, помимо всего прочего, у него есть встроенные каналы, то есть входы и выходы, DI и DO. Дискретный вход, дискретный выход. Первое, что стоит сделать здесь, это в настройках PLC 110-30, то есть самого вот этого узла, указать его IP-адрес, то есть адрес, по которому он в сети находится. По умолчанию это адрес 10.0.6.10, это если вы только-только купили контроллер. Соответственно, связь с ним осуществляется приблизительно, как это было в коде SIS, проще всего использовать прямое подключение. Берете кабель Ethernet, подключаете контроллер к компьютеру и в сетевых параметрах компьютера указываете IP-адрес, отличный по последней цифре, на единичку от адреса контроллера. Теперь, какая самая простая программа может быть в контроллер заложена? Ну, это, например, прямая связь входа с выходом, то есть когда вход включился, выход тоже включился. Можно сделать это следующим образом. Если необходимо, если нет необходимости, прошу прощения, какой-либо обработки промежуточной, то есть различных дополнительных условий и так далее, то можно сделать самую простую вещь, это просто связать вход первый с первым выходом. Как я это делаю? Я беру, нахожу вход, который я хочу взять как источник данных, зажимаю на нем левую кнопку мыши и таскаю эту мышку до того момента, до того места, где хочу отпустить. Ну, вот, собственно, и все. Теперь, если я на вход или на выход щелкну правую кнопочку, здесь есть пункт «Разорвать», позволяет разорвать линию связи, которая сейчас появилась после того, как я перетащил вход на выход. Первый вариант, да, прямо найти вот такую вот группу, где нарисован вход, тумблер, и перетащить его на выход. Вариант номер два. Можно раскрыть вход до вот такого вот чудесного значка со стрелочкой и его перетащить на выход. Тогда линия связи протянется между вот объектом самим вход и объектом выход. Но вот в верхнем уровне, да, который двоечка, не раскрытый, если линии связи никакой не будет, то есть разорвать нечего. Хочу уберечь вас от каких-либо дальнейших ошибок. Моя рекомендация, берите, всегда раскрывайте до конца, берите внутренний, самый-самый внутренний объект и работайте с ним. Вы тогда точно не запутаетесь. Почему так рекомендую? Потому что, в принципе, интерфейс позволяет, например, связать первый вход с первым выходом вот так вот через верхний объект, да, а потом связать второй вход через внутренний с тем же самым первым выходом внутренним. И работать тогда будет, ну, наверное, все-таки не так, как вы хотели, потому что такая линия связи, она требует промежуточных обработок, то есть различных программ. Повторюсь, так делать не стоит. Старайтесь, раскрывая все вот эти вкладочки и пунктики до конца, находить последний самый объект, непосредственно вход, непосредственно выход и работать уже с ним. Опять же, повторюсь, в избежание возможных ошибок. Ну и вариант номер два. Как можно поступить? Можно создать в контроллере программу. Давайте, найду вкладочку программы, правой кнопкой на ней нажму и добавлю программу на языке FBD. Это язык функциональных блоков. По коду SIS он вам тоже должен быть знаком. Там это называется язык CFC. Что есть у программы? У программы всегда есть входные данные. Это вот такой вот выпадающий меню слева. И выходные данные. Это менюшка справа. Для моей программы входными данными будут служить данные от входа. Соответственно, для того, чтобы внести их в программу, я нахожу дискретный вход и перетаскиваю его в поле входных переменных. Вот он появился. С выходом то же самое. Хочу управлять третьим выходом, перетаскиваю его в выходные переменные. Ну и если вы посмотрите, как протянулась линия связи, связь, несмотря на то, что вы перетаскивали выход в программу, протянулась в обратном направлении, то есть из программы в выходной элемент. Это достаточно важно. В некоторых случаях будет происходить именно так. Но вообще, общее правило такое для мастер-скада, старайтесь протягивать линии связи именно в том направлении, в котором вы хотите данные передавать. То есть хотите, чтобы эти данные входили в программу, тащите их в программу. Хотите, чтобы выходили, тащите, соответственно, из программы в какой-либо объект. Это такое общее правило, но в данном случае работает и так, как я показал. Ну и самое простое, что можно сделать, добавить какую-нибудь логику типа инверсии. Мы отдельно, наверное, приближимся попозже с вами еще по функционалу, который есть в языке FBD, ну вообще в мастер-скаде. Поговорим о этих блоках. На данный момент я их просто добавлю, покажу, как с ними работать. То есть вот вытащил из палитры снизу нужный мне блок, инверсия. Теперь у него, у этого блока есть входной параметр in. Перетаскиваю дискретный вход из переменных программ и входных на вход блока. Появилась вот эта линия связи, да. Опять же, виртуальная, но вот переменный вход появился у меня здесь. И вот то, о чем я говорил, как мне надо протягивать линию связи. Нахожу выход Q у инверсии и тяну его на элемент выходной, на выходной переменной программы в поле выходных переменных. И линия связи протягивается как бы вот в том направлении, да. Ну и, собственно, все. Теперь, для того, чтобы все это дело загрузить в прибор, во-первых, нужно проверить программу на правильность. Говорит мне мастерска, что компиляция успешных ошибок не нашлась. И теперь перехожу во вкладку исполнения. Если бы загружал программу в прибор, я выбрал бы пункт подключить загрузка конфигурации, то есть полная загрузка всего этого дела в прибор. Но поскольку контроллер у меня под рукой, увы, не оказалось, я могу воспользоваться режимом эмуляции. То есть создать этот виртуальный контроллер на компьютере и как бы с ним поработать. Запускаем режим эмуляции. Давайте посмотрим, что будет происходить. Какое-то время мастерска подгружает эту виртуальную машину свою. Теперь, после того, как загружена эмуляция, у всех каналов слева в дереве объектов у меня появилось их текущее значение, чему они равны. И здесь же я могу управлять этими переменами. Ну, например, нахожу первый дискретный вход, включаю его, смотрю, что первый дискретный выход включился. Та самая линия связи, о которой мы говорили, она сейчас работает. Теперь то, что мы связывали с программой. Третий дискретный вход. Включаю его. Выход стал ложью. Проверяю. Третий выход ложь. Опять выключаю вход. Вход выключен. Выход включен. Проверяю. Третий выход включен. Вот, собственно, и все. Что интересно, мастерска также позволяет вносить вам изменения на горячую, что называется. То есть, не отключаясь от контроллера, вы можете менять программу. Единственное, но, после каждого такого изменения, его все равно нужно в контроллер загружать. То есть, проводить функцию загрузки. Загрузить конфигурацию проекта, выбранный узел в контроллер в данном случае. Тогда эти изменения применятся. Но нет такого, что было в QDCS, что надо постоянно отключаться от контроллера, для того, чтобы внести изменения в программу. Потом снова подключаться и так далее. Здесь можно один раз подключиться и дальше работать уже вот в таком, в подключенном состоянии. Ну что ж, надеюсь, по интерфейсу стало чуть более понятно. Мы будем дальше продолжать работать с мастерскадой. И я буду, опять же, повторять те вещи, которые я говорил сейчас. О том, куда что должно тянуться, какие линии связи, с какими объектами мы работаем и так далее. На этом все. Спасибо вам за внимание. И встретимся в следующем видео.